Вот вышло уже два из трёх видеороликов по BlackRush на этой неделе и ни одного видоса с обзорами на модельки. Почему? Многие могут спросить, хотя, кто многие-то? Наверное, не все. Наверное, не те многие, которые все. Наверное, не совсем те все, которые вот тут вот есть и вообще... Ладно, ладно, давайте не будем лить воду, как это обычно бывает. Просто давайте вот начнём обзор моделек, хотя последний обзор на модельки он не особо зашёл. Но я уверен, что там просто, знаете ли, не пришли оповещения, уведомления, там вот всё вот это вот прочее не пришло. А сейчас всё придёт и в целом все люди, так сказать, правильно всё посмотрят, воспримут и вообще всё будет хорошо, наверное. Давайте, в общем, перейдём к всему этому. Основатель BlackRush, наш дорогой Кирилл Вовк, тут такого не написано, но в целом, ладно, на своей странице показал новую модель Мерседеса Е-класса, ждёте. И знаете, в чём дело? Кирилл Вовк, наверное, это всё-таки не он разрабатывает все вот эти вот модельки и всё вот это вот прочее. Но я так понимаю, что мои видеоролики он всё-таки смотрит, потому что я как бы, ну, там, реклама, промокод, хэштег ZDS, никнейм Данила КПРФ и всё прочее. Вот, наверное, он мои видеоролики всё-таки смотрит, потому что тут в данном случае, как бы, есть уже, появились колёса, не те, о которых вы подумали, а вот на машине. И в целом, типа, колёса, это хотят вроде какие-то одни диски, только и всё такое. Потому что в тот раз я сетовал на то, вот даже я сейчас могу, наверное, подсказка вылезет у вас там где-нибудь там справа, слева, ещё где-нибудь, что я, типа, такой, машина без колёс. И сколько такая, типа, будет стоить, там, 13 лайков, 8 дизлайков, чуваки такие, типа, да ты чё, да это же просто показано всё это, типа, это же просто модель, типа, скин, типа, наработка, типа, вот там, типа, типа, ну, типа, Барак Обам и всё прочее. А ты тут нам говоришь о том, что, типа, чё, чел, ты вот вроде как обозреваешь модельки, а делаешь это так плохо, почему? Те же, типа, за это деньги платят. А я вам могу сказать, что, ну, это же, типа, продающий пост, почему нет? И тут всё должно быть показано максимально, так, знаете, реалистично, то есть, то, как оно всё будет в игре. И если тут, допустим, будет только одно колесо, или бог с ним, пусть будет два колеса, там, типа, слева и справа, а сзади колёс не будет, то в чём тогда весь этот смысл? То есть, вот тут вот, посмотрите, колёса появились, да, с этим всё хорошо, с этим всё понятно, с этим всё логично, с этим всё, типа, вот так вот происходит. Но, вот, спереди-то они есть, разумеется, а сзади их нету. Почему? Кто виноват в этой недоработке? Что произошло? Не успели, что люди доработать всё это? Хотя, в целом, это выглядит неплохо. Вот если вот так вот смотреть, типа, одно колесо, там, или даже два колеса, а всего-то их должно быть четыре, типа, два спереди, и вроде как два сзади. А сзади вот у нас, типа, не особо так всё хорошо, понятно, благоприятно. Ну, фиг знает, ну, чё-то вот одно колесо, ну, я не знаю, но, однако, я понимаю, что люди, играющие на Black Rush, они постоянно требуют новых машин, новых вот этих вот всех моделек. Я всего этого не разделяю, потому что машина, это, знаете ли, дорого, постоянно, это вот бензин, вот это всё прочее. А я просто для своих вот этих геймплейных видеороликов, которые вы сейчас один из таких смотрите, я просто арендую, там, знаете, мопед на респавне. Да, иногда нужно подождать, да, иногда нужно сделать все прочие вещи, однако, ну, типа, а кто не ждёт в нашей жизни, кто не ждёт? Вот вы приходите в магазин, там, в пятёрочку, там, в магнит, ещё куда-либо, и, ну, ну, и ждёте же в очереди, там, купили себе сырок глазированный, купили себе все прочие штуки, и стоите, ждёте. И тут так же, то есть тут ты стоишь, ждёшь мопед, чтобы там, я не знаю, мопедов на карте не было слишком много, и чтобы всё это не лагало. Это логично же, кто это вообще всё не понимает? Поэтому я чисто арендую вот один свой мопед и на нём катаю. Хотя я знаю, что вполне возможно, многим хочется, там, порулить машинкой, сделать прочие вещи, ну, перерастёте всё, это сами понимаете. Там вам, может быть, когда исполнится лет 14-15, вы всё поймёте, и всё вам станет более-менее понятно. Однако, ладно, я, там, снимал данный геймплей на проекте BlackRush, сервер Indigo, мой никнейм Данила КПРФ, а также мой промокод хэштег ZDS, он есть в описании данного видеоролика, заходите. Там есть ссылочка на, вот, скачивание BlackRush, по ней тоже переходите, и всё там, как бы, ну, узнавайте. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же, завтра, и я надеюсь, что увидимся мы тут завтра в 20.00, и ни минуты позже, ни секунды раньше, ну, сами всё понимаете. Продолжение следует...